Семь новых технических регламентов Таможенного Союза, вступающие в силу 1 июля этого года, могут оставить российские прилавки без докторской колбасы. Это всего лишь один из возможных побочных эффектов вводимых новшеств. Вот еще одно для примера. Ряд продуктов могут вырасти в цене. Этот свод правил разрабатывается в продолжении уже принятого техрегламента Таможенного Союза о безопасности пищевой продукции. В соответствии с нововведениями в России, Беларуси и Казахстане будут остановлены единые обязательные требования к качеству продуктов, а также к их маркировке и упаковке. Некоторые производители пока еще даже не в курсе, что для них изменит техрегламент. В других, более подготовленных компаниях, напротив, к вступлению в силу международного документа, специально готовят свои бюджеты. Надо сделать ее побольше, пошире. Либо получается уже непосредственно носить вот надписи. Производителям полуфабрикатов теперь придется детально описывать состав своей продукции. Из чего сделан фарш для пельменей, какие специи и соль использовали в производстве котлет. Все это на этикетки нынешнего образца не уместить, разводит руками маркетолог компании «Олимп» Екатерина Яницкая. Поэтому ей предстоит разработать формат новых этикеток. Но, как оказалось, ни одна из городских фирм-подрядчиков, печатающих стикеры, не способна удовлетворить аппетиты Таможенного Союза. Поэтому делать заказ придется, вероятно, в другом городе. А это означает большие траты. Для нас в первую очередь это затраты. Это затраты, это смена непосредственно уже производителей той же этикетки, да, тех же типографских услуг. Будет очень сложное позиционирование торговой марки, да, он вполне может не обнаружить тот привычный продукт на рынке. Но для нас, я говорю, это пока серьезно, и этот вопрос витает в воздухе, как это все будет нужно сделать. Еще одна статья нового регламента направлена на то, чтобы потребители мясной продукции не вводили в заблуждение маркетинговыми хитростями. Сейчас в России производится масса колбасных изделий под так называемым техническим условием. Это в большинстве случаев и означает сою в составе продукта. Но как раз в составе этого, конечно, не пишут. А такую колбасу называют любительской, московской, молочной и так далее. Такого быть не должно, решили в Таможенном Союзе. Докторская будет докторской. То есть только свинина и говядина. И только высшего сорта. В техническом регламенте оговорены термины и определения, что такое колбаса. И в идеале предприятия-изготовители в Казахстане, в Белоруссии и в России должны придерживаться тех требований, которые заложены. Если, допустим, оговорено, например, идеальный вариант, что колбаса – это продукт, который состоит из мяса свинины, мяса говядины, каких-то специй и так далее. Значит, предприятия должны придерживаться этого. Понятно, что такого термина нет. На сегодня, еще раз повторяю, что предприятия, если разрабатывают ТО или научно-исследовательские институты, они, конечно, должны обращать внимание на тот документ, который технический регламент. И согласно этому регламенту уже определять наименование продукции. Производители колбасы в голос уверяют, докторская после вступления в силу техрегламента станет деликатесом, подорожав в два раза, а то и больше. А на прилавках появится столько новых торговых марок, что приучить к ним потребителя будет непросто. И этот процесс может быть длительным. Молочный же регламент таможенного союза пока еще не вступает в силу, его до сих пор обсуждают. Производители из Казахстана и Беларуси не могут согласиться с российской формулировкой «молочный напиток» и настаивают на том, что его нужно называть продуктом из восстановленного молока. Но это детали. В целом же отрасль уже пережила введение техрегламента. И теперь молочники готовы ко всему. Вообще все новое законодательство таможенного союза выглядит весьма стройным. Фактически убеждены в том, что на непосредственно молочной отрасли введение нового техрегламента не отразится. Предприятия должны быть готовы на сегодня изучать сами требования технических регламентов и должны быть готовы к введению в действие этих регламентов. Чтобы не получилось, как вводились технические регламенты у нас в Российской Федерации, наши регламенты, особенно по молоку, когда страна и наши крайние не были готовы к введению регламента. В лучшем случае основным следствием, как полагают аналитики, может стать более прозрачная и сбалансированная сегментация рынка в розничном звене. Производители, выпускающие мясопродукты по техническим условиям, не смогут так широко использовать в целях продвижения продукции советские бренды. Введение новых регламентов – неплохой повод поднять цены, но вряд ли им станут пользоваться так уж широко, считают эксперты. Ведь при нынешней санкции за обман потребителя 50 тысяч рублей проще оставить все как есть и платя эти самые штрафы изредка за счет неизменной цены выигрывать более добросовестных конкурентов. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, телефон прежний 292-63 единицы, либо пишите нам на сайт afontovo.ru. Виктор Самусенко, Олег Голубин, Афонтово новости.